МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Волков провел личный прием граждан. В 23-й год мы делали нас насыщенный. Мы реализовали очень много объектов, которые ждали жителей. В администрации состоялось заседание Совета депутатов. Подобная елка, да, у нас первый раз. Но пока все нравится, пока все интересно, весело. Главная новогодняя ель округа засияла огнями в Октябрьском. С каждым годом мы по-настоящему действительно ждем. И я слышал, что ребята говорят, и я жду этих выступлений, зимних выступлений в Подмосковье. Илья Авербухов вновь привез в Люберцы зимнюю сказку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. Одним из самых актуальных вопросов повестки оперативного совещания стали сильные снегопады. Представители дорожных служб и управления ЖКХ отчитались, какая работа проводится в округе по борьбе с обильными зимними осадками. В период обильного снегопада привлекается дополнительная техника. Вся уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет в онлайн-режиме отслеживать уборку заранее утвержденных маршрутов. Люберцы, улица Побродимова, 19А29, закончив двор, управляющая компанией в соответствии с алгоритмом, очистив входную группу, тротуар и проезд, приступила к уборке детской площадки. Данный двор, один из первых, был очищен, в том числе детской площадкой. Наши жители не должны чувствовать дискомфорт, поэтому, уважаемые руководители, я прошу вас сегодня продолжить эту активную работу, также и завтра до полной уборки снега. С 27 ноября по 3 декабря на маршрутах общественного транспорта провели 10 проверок. Из 37 маршруток и автобусов, которые попали в поле зрения сотрудников администрации, в трех выявлены нарушения. Все устранены на месте. 28 ноября на маршруте 12.30 произошел сбой в работе, а именно не был обеспечен выпуск в полном объеме. С 29 ноября в утренние часы пик сотрудниками министерства, управления транспорта и перевозчикам ведется дежурство. В ручном режиме осуществляется подача подвижного состава к остановочному пункту и его отправление. Участники совещания ознакомились, какая работа проделана в сфере охраны окружающей среды в течение всего года. А именно расчистка водоемов, эко-марафоны, рейды по выявлению источников выброса вредных веществ. Работа над улучшением экологии в городском округе будет продолжена и в следующем году. Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На встрече обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников. Насколько городской округ готов к длинным выходным, мы расскажем в сюжете. Новогодние рождественские праздники пройдут с 30 декабря по 8 января включительно. Если для большинства людей эти 10 дней будут выходными, то для представителей экстренных служб наоборот. Время особой ответственности. В числе тех, кто в боевой готовности, сотрудники пожарной безопасности. Сформирован адресный список объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Это дома культуры, дворцы культуры, парки, отдыха и площадки для запуска фейерверков. Объекты культа задействованы в праздновании Рождества Христова и места реализации электрических изделий. На всех объектах сотрудниками отдела на зону деятельности будут проведены профилактические мероприятия в виде профилактических резидов, консультирования и информирования о требованиях пожарной безопасности. К возможным чрезвычайным ситуациям на объектах ЖКХ подготовились заранее. В округе создан оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций, а также службы ЕДТС-112. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса независим отхода собственности поручено издать приказы по предприятиям о принятии дополнительных мер по обеспечению противопожарной и ампатистической безопасности в период с 30 декабря по 8 января 2024 года. О готовности к предстоящему праздничному периоду отчитались руководители территориальных управлений, а также представители торговли, образования, здравоохранения, спорта и культуры. В режиме повышенной готовности будут нести службу сотрудники полиции и МЧС. Невыполнение требований сотрудника ГИБДД может повлечь административное наказание. Но штраф не единственное, что может грозить нарушителю закона. В некоторых случаях можно угодить за решетку. Об одном из таких инцидентов в репортаже нашего корреспондента. Этот мужчина оказался в Люберецком суде за невыполнение требований инспектора ГИБДД. Недавно ему выписали предписание за тонировку передних стекол автомобиля. Спустя 10 дней водитель снова оказался в поле зрения сотрудников госавтоинспекции. Нарушения водитель так и не устранил. Двухдневный арест не самое суровое наказание за тонировку автомобиля. В некоторых случаях нарушители отправляют за решетку на 15 суток. В этом году на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД назначено десятки административных арестов. Многие водители заблуждаются, что ответственность за данные правонарушения ограничивается только штрафом. Это не так, если водитель не устранил ранее выявленное нарушение, не снял тонировку. Сотрудники Люберецкой госавтоинспекции привлекают таких граждан по статье 19.3 Кодекса административного правонарушения. По закону, светопропускание передних боковых стекол должно быть таким же, как у лобового. Минимум 70%. Что касается задней части остекления, то ее можно тонировать даже самой темной пленкой. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии. С какими вопросами обратились жители, узнали мои коллеги. Личный прием жителей Владимир Волков провел в 22-ю годовщину со дня основания «Единой России». Перед тем, как приступить к работе, он поздравил одного из старейших партийцев Анатолия Рындина. На прием к Владимиру Волкову пришел ветеран специальной военной операции Сергей Кулик живет с семьей в коммунальной квартире по договору социального найма. Мужчина обратился с просьбой улучшить жилищные условия. Второй заявитель Татьяна Лебедева попросила установить шлагбаум при въезде во двор на Кирово-22. Каждый вопрос для человека, если он пришел в приемную «Единой России», и для нас важен, для того, чтобы сдержать свое слово и решить проблему. И, конечно же, для жителя, для нашего гражданина, когда эта проблема будет решена, то, соответственно, и ощущение того, что мы все вместе работаем на результат, это не просто ощущение, а уже результат нашей совместной работы. Традиционная декада приемов жителей, приуроченная ко дню рождения партии, продлится до 10 декабря. С графиком приемов населения можно ознакомиться на сайте «Единой России». Решение о проведении капитального ремонта в доме всегда принимается после проведения собрания собственников. На таком собрании и утверждается план работ. Одно из них в Краскове посетила наша съемочная группа. Предстоящий капитальный ремонт домов 15-1 и 15-2 на улице Лорха стал поводом для встречи собственников, представителей администрации округа и фонда капитального ремонта. Дело в том, что в ходе обследования домов выявлены вертикальные трещины на углах здания, отслоение лицевой поверхности кирпичной кладки, а также выдавливание отдельных кирпичей. После исследования принято решение о капитальном ремонте. Все начальные проектные работы проведены. В пятницу будет собрание с жителями, на которых будут присоциализированы все технические решения по фасаду и также по корректировке проекта, касающийся фундамента. Будет дополнительно произведена гидроизоляция, утепление. Все выявленные нарушения в части строительства этого дома будут исправлены. Жители просят не только восстановить, но и утеплить лицевую поверхность домов. В ходе общего собрания собственников мнения разделились. Часть выступила за скорейшее начало ремонта мокрым способом, другие против. У нас с торцов дома падают кирпичи. Прямо на людей и на машины. Это зафиксировано уже много раз. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы этот вопрос решился поскорее. Чтобы поменяли фасад, чтобы утеплили наши квартиры и чтобы все было хорошо. Все согласны, что ремонт необходим. Потому что особенно торцевые стены, они промерзают, требуется утепление. Материал, который изначально был при строительстве использован, не может выдержать тот материал и тот вид ремонта, который предлагает проектная организация. Мы вам предлагаем мокрый фасад. Он просто недопустим. По итогам собрания решено организовать дополнительную встречу для более глубокого обсуждения с жителями архитектурных и конструктивных проектных решений. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе прошла рабочая встреча сотрудников администрации и дирекции дорожного строительства Московской области с жителями деревни Токарева. Обсудили вопрос, который волнует многих люберчан. Строительство путепровода через Новорязанское шоссе. Три года назад в Люберцах приступили к реконструкции федеральной трассы М5 «Урал». Чтобы расширить проезжую часть до восьми полос, строители демонтировали мост через Новорязанское шоссе, который попадал в зону расширения дороги. Вопрос транспортной загруженности на данном участке остро не стоял. Замеры интенсивности движения показывали, что существующая уличная дорожная сеть, как муниципальная, региональная и федеральная, в принципе, с потоком должны справиться. Сейчас решение о строительстве данного путепровода на тот момент не принималось, поэтому был реализован только первый этап. Но время не стоит на месте. Рядом появляются новые жилые микрорайоны. И вопрос транспортной доступности сейчас особенно актуален. Очень большой поток машин, очень большой поток людей, скорые, пожарные, полиция. Даже охрана домов, которые работают у нас на территории деревни, они сейчас отрезаны. То есть люди, которые доезжали за пять минут по вызову сейчас, ну, вы сами сегодня ехали сюда, знаете, как вот это выглядит. Дорога от Новорязанского шоссе до деревни Токарёва в час пика занимает не менее 40 минут. Жителям пообещали, путепровод через трассу М5 «Урал» будет построен. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Начало строительства запланировано на 2027 год. Однако жители просят начать его как можно раньше. Вопрос внесения изменений в государственную программу рассмотрят в ближайшее время. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли бюджет городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Подробности в сюжете моих коллег. На плановом заседании присутствует 26 депутатов. После утверждения повестки избрания секретаря народные избранники приступили к работе. Вопрос рассматривается важный. Принятие главного финансового документа округа на ближайшие три года. Проведены публичные слушания. Вы во всем этом участвовали. Мы стремились вовлечь эту работу наших жителей. Мы стремимся, чтобы эта работа была предельно публичной, предельно понятной и предельно прозрачной. 23-й год выглядел и нас насыщенный. Мы реализовали очень много объектов, которые ждали жителей. Это объекты благоустройства, это новые дороги, это и стройки, и сады, и школы. И самое важное, чтобы в следующий такой же период и городской округ, и программы работали, и все было сбалансировано. Общий объем доходов бюджета на следующий год составит 18 миллиардов 437 миллионов рублей. Расходная часть превысит 19 миллиардов. В округе реализуется 17 муниципальных программ. Более 70% расходов направят на поддержку социального блока. Муниципальная программа «Культура» – 772 миллиона рублей. Что входит? Это выполнение муниципального задания – 607 миллионов рублей, проведение ремонтов – 53 миллиона рублей, организация проведения культурных мероприятий – 48 миллионов рублей, приобретение мебели и оборудования – 19 миллионов рублей. Главный финансовый документ депутаты городского округа Люберцы приняли единогласно. Народные избранники рассмотрели на заседании еще два вопроса. Они коснулись оплаты труда работников муниципальных учреждений и установления базовой ставки за аренду нежилых помещений. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецком техникуме экономики и права прошел квест «В мире финансов». Его организовали совместно с налоговой службой, Министерством экономики и финансов Московской области и Центральным банком России. Как команды справились с решением поставленных денежных задач, узнала наша съемочная группа. Квест направлен на изучение финансовой грамотности. В нем приняли участие школьники девятых классов и студенты первых курсов техникума. По сценарию игры команды выполняли задания на специальных станциях, отвечая на вопросы по определенной тематике. На каждой остановке эксперт, который помогал в решении и разборе денежных задач. Ребята в рамках данных событий могут получить важные для себя практические навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. А именно освоить приемы управления личными финансами, познакомиться с основными финансовыми инструментами и узнать побольше о налогообложении, даже придумать свои налоги. В дальнейшем смогут пользоваться разными финансовыми инструментами. Лучше это узнать в игре, чем потом в жизни испытать какие-то негативные события. Всего восемь станций. За каждые пройденные этапы участники получали баллы. В одной из аудиторий команда студентов решала задачу по накоплению денежных средств на покупку квартиры при заданных условиях. В данный момент у нас стоит финансовая задача. Человек за 4 года должен накопить на квартиру. Естественно, у него есть зарплата 72 тысячи, и ему нужно рассчитать, сможет ли он это сделать или нет, естественно, с расходами совсем. Это интересно, с учетом того, что это министерство организовывает. Это еще интереснее становится и увлекательнее. Школьники и студенты в игровом формате узнали о новых финансовых инструментах, росте и рисках падения акций на бирже и об истории налогов. В конце игрового пути участникам рассказали о новых видах мошенничества и способах защиты. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы стал участником проекта «Знамя победы моей семьи. Зов предков». Акция призвана напомнить молодому поколению о героических поступках их дедов и прадедов, увековечить подвиг народа-победителя, а также поддержать бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. На торжественном собрании во Дворце культуры побывали мы. Этот уникальный проект инициировали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в рамках патриотической эстафеты «Россия – страна героев». К акции присоединились десятки городов. Теперь и люберцы. В 1941 году более 50 тысяч люберчан ушли на фронт защищать родину от нацизма. Вы знаете, даже тяжело было представить, что в 2022 году нам вместе с ним придется бороться уже с нацизмом в 2021 году. И наши люберчане, наши мужчины, парни сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Сейчас героически воюют на нашу родину. Вот опять написано «Опасность, угрозы». И точно так же, как и в далекие те годы встали молодые ребята, мужчины настоящие, которые сейчас защищают нашу родину. На знаменах с символикой Советского Союза и Российской Федерации будут изображены портреты участников Великой Отечественной. На одном из полотнищ – фотография танкиста Владимира Бурдакова. Его правнук, лучший юно-армеец округа Андрей Бурдаков, принимает участие в торжественной передаче знамени. Он был призван в Советскую армию в 1937 году и, служив там два года, был призван уже на фронт во время всеобщей мобилизации. На войне он был механик-водитель танка в 172-й отдельной танковой бригаде. Механик-водитель танка проехал пол Европы, участвовал в захвате Берлина, в взятии Берлина и в 1945 году участвовал в войне с Японией. Индивидуальные семейные знамена с портретами фронтовиков передадут в зону спецопераций для размещения их на военной технике или использования их как штурмовых флагов в пеших подразделениях. Потом этот флаг вернется к нам и будет реликвии нашей семьи. Мы будем чтить, ценить и всем показывать. А когда 9 мая будет бессмертная полка, идти мы обязательно с ним пройдем по площади, по Красной. В проекте может принять участие любой гражданин Российской Федерации, считающий себя потомком победителей в Великой Отечественной войне. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 82 года назад началось решительное контрнаступление советских войск в битве за Москву. Красная армия отбросила противника на сотню километров от столицы и освободила более 11 тысяч населенных пунктов. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой положил начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Продолжат мои коллеги. Основные события – Великой Отечественной. На уроках истории им уделяют особое внимание. 16-й гимназией, которая является флагманской в городском округе Люберцы, провели исторический час, посвященный Московской битве. 5 декабря 1941 года. С чем это связано, кто знает? 5 декабря 1941 года. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. Ну смотрите, сама битва началась 30 сентября 1941 года. Сложный был этап, сложный период. Немецы рвались к Москве, они хотели ее захватить. Школьникам предложили поразмышлять, почему захватчики, которые в 1941 году вплотную подошли к Москве, так и не смогли ее взять. Великое Отечественное стало признанием героизма многих людей, насмерть стоявших на защите Родины. У вас здесь задание – хронологические рамки битвы за Москву и назвать вообще операцию. Как она называлась, эта операция? Проанализировать соотношение сил в ходе битвы. У вас есть данные и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза. А также проанализировать ход военной операции, сделать вывод. Ребята работали с историческими картами, опираясь на знания, полученные на уроках истории. На таких занятиях школьники закрепляют изученный материал и расширяют свой кругозор. Я узнал, что со стороны СССР воевали миллион человек под Москвой, а со стороны Вермахта миллион восемьсот два раза был перезахоронен неизвестный солдат. 3 декабря 1966 года, его второе захоронение, его захоронили возле Кремля, там ему поставили вечный огонь и памятник. Занятия такие нам очень важны, чтобы узнать прошлое и не совершать ошибки в дальнейшем. Говорили о подвигах подольских курсантов и 28 героев-панфиловцев, о Викторе Тололихине, он одним из первых военных лётчиков произвёл таран в ночном воздушном бою над Москвой. И, конечно, о Зое Космодемьянской, 18-летней девушке, которая смело противостояла фашистам. Одна из важнейших задач учителя истории – это сохранение исторической памяти. Мы с вами живём в Подмосковье, и это та территория, на которой, в общем-то, и шли ожесточённые бои. Может быть, не конкретно здесь, но северо-запад, северная часть нашей области – это как раз вот те боевые столкновения, о которых мы и говорим. Ну, а Москва, вот она, она же рядом, это же сердце нашей Родины. Очередной исторический час 16-й гимназии будет посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его проведут 27 января. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Десять лет назад в городском округе открылся первый негосударственный детский сад «Ласточка», который реализовал новую форму сотрудничества государства и бизнеса – государственно-частное партнёрство. Благодаря этому содержание детей частично оплачивается за счёт бюджетных средств. За эти годы он выпустил во взрослую жизнь сотни малышей, которые стали прилежными и успешными школьниками. Наша съёмочная группа побывала на празднике, посвящённом юбилею дошкольного учреждения. Из неё выходят, но никогда не возвращаются. Имя этой страны – детство. Виктория Каменцева – выпускница детского сада «Ласточка». Девочка учится в шестом классе, но до сих пор с теплотой вспоминает время, проведённое под надёжным крылом заботливых воспитателей. И сегодня она – одна из ведущих праздников в честь десятилетия любимого сада. Очень много тёплых воспоминаний, связанных с детским садом, потому что много было приятных моментов. Хочется вновь вернуться в детский садик, потому что, ну, понятное дело, что здесь гораздо даже кажется, что было легче, лучше, чем даже в школе. Беззаботное время вспоминают с ностальгией родители выпускников «Ласточки». Они также пришли разделить праздник с педагогами, которым в своё время доверили самое дорогое – своих детей. У меня дочка, да, ходила она, ей ещё не было двух лет, начала она посещать «Ласточку». Как раз «Ласточка» почти только открылась, проработок не так много, но мы всегда были очень довольны. Довольны и педколлективом, и тому, какие праздники проводились, то есть как занимались с детьми. Не менее трогательный и волнительный этот праздник и для сотрудников «Ласточки». Лариса Сазонова работает в детском саду со дня его основания. Она воспитатель и преподаватель английского языка. Узнать некоторых по прошествии десяти лет достаточно трудно, но растрогано вообще в высшей степени. Своим коллегам я хотела бы пожелать, чтобы нам было так же приятно приходить на работу каждый день, встречаться друг с другом и, конечно же, каждый день новых идей и движения вперёд. Движение вперёд можно назвать главным девизом «Ласточки». За десять лет у детского сада появилось ещё два корпуса. Самый большой из них – в посёлке Тамилино. И если раньше дошкольное учреждение посещали всего 50 малышей, то сегодня количество воспитанников превышает 260 человек. Коллектив сотрудников за эти годы тоже значительно увеличился. В первый год работало в детском саду всего лишь 12 человек, а сейчас это коллектив более 50 человек. Мы были замечательные, любимейшие педагоги, творческие, поистине добрейшие, заботливые люди, чудесные помощники, воспитатели. Мы три раза становились лауреатами премии губернатора «Наша Подмосковья». Мы с 2021 года активно участвуем и реализуем национальный проект «Демография». Открываем дополнительные места для ребят от полутора до трёх лет. Те родители, которые привели деток 10 лет тому назад в детский садик, приводят сегодня и последующие свои поколения. Сегодня детки, которые приходили к вам в 13-м году, они уже подросли. Они школьники, они умные, замечательные, красивые дети. Почему? Ну потому что они изначально дошкольное образование получали вот в таких прекрасных стенах, где всё пропитано эстетикой, добротой. Особенность детского сада «Ласточка» в том, что здесь предлагают широкий спектр услуг дополнительного образования. Малыши занимаются шахматами, хореографией, вокалом, изучают иностранные языки. В программу включены занятия по риторике и футболу. Луиза и Гязарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» организовал необычный урок физкультуры в 41-й гимназии. В рамках экологической акции, которая проходила в Люберцах, школьники собрали больше всех макулатуры. Участвуя в масштабной акции по сбору макулатуры «Бумбатл», гимназисты собрали в ноябре более 2,5 тонн макулатуры и заняли первое место среди школ округа. Это колоссальный объём, который мы отправили на переработку. Сегодня ещё раз ребятам мы напомнили в формате простой, интересной и яркой игры, как правильно разделять отходы. Мы даём вам какой-то отход. Например, это кожура от банана. И вы делаете выбор. Кожура от банана можно переработать. Ответ верный. Значит, игроки должны забросить мяч в баскетбольное кольцо серого цвета. Если предмет подлежит дальнейшей обработке, мяч отправляется в синее кольцо. Контейнеры таких цветов используются и для раздельного сбора мусора. Что у нас можно переработать? Пластик, алюминий, стекло, бумага и картон. Умнички! Что нельзя переработать? Участвуя в познавательной игре, гимназисты расширили свои знания о видах мусора, его утилизации и вторичном использовании бытовых и хозяйственных отходов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал, ЛРТ. Подведены итоги новогоднего детского конкурса «Рождественская игрушка». Из работ поведителей организовали выставку в лингвистической школе городского округа Люберцы. Посмотреть и пообщаться с их авторами удалось нашей съемочной группе. Конкурс «Рождественская игрушка» уже ежегодная традиция. Он проходил с 25 ноября по 1 декабря. С каждым разом участников становится больше. Судьи несколько дней выбирали лучшие игрушки. Итоги конкурса стали известны 4 декабря. Поделки, которые представляют на конкурс, все интереснее. А судить с каждым годом становится все сложнее. Потому что очень много номинаций. В этом году в конкурсе было 7 номинаций. Ребята постарались. Работы все разные, все яркие, колоритные. Поэтому судить было очень сложно. Мы очень рады, Статьяна Николаевна, что дети, несмотря на то, что такое современное время сейчас, они все еще участвуют действительно в конкурсах. Очень много рисуют. Работы оценивали по нескольким критериям. Главные – это соответствие тематики, оригинальность и выразительность. Для детей такие конкурсы – возможность проявить свои таланты. Данила Разуваев стал победителем в одной из номинаций. Новогодний дракон от чешуек до крыльев сделан его руками. Я сначала взял два пенопластовых шара, соединил их с помощью шпажки. И начал щечки, крылья и ноги делать 3D-ручкой. Ты вставляешь в нее нужный пластик, потом она переплавляет его, и ты можешь нужную форму создать. Роман Целеонов не только подготовил игрушку, но и создал книгу-инструкцию по приготовлению поделки. Снеговик занял первое место. Украшением стали и связанные мамиными руками шапка, варежки и шарф. Ведь сделать совместную работу – это не только красиво, но и сближает родителей и детей. Я сделала шарфик, но я не нашел красного свитера старого и еще красного трикотажа. Но я решила позвать маму. И она связала ушки на шапочку. И получается шапка-ушанка. Помогла, потому что не было носка красного. Я вязала очень быстро, потому что мне как-то бабушка еще в детстве научила. И я решила тоже Роме показать, что есть такая техника вязания. И он связал сам вот эти вот петельки для лыжных палок. Семь номинаций и столько же победителей. Поделки выставят в школах городского округа Люберцы. Всего более 800 работ предоставили дети в возрасте от 3 до 17 лет. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Международный день инвалидов не просто дата в календаре. Она призвана напомнить о трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Поддержать их, обеспечить полноценное и равноправное участие в жизни общества. Тему продолжит наш корреспондент. Этот день объединяет всех, кому не безразличны судьбы людей. Кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. В Люберцах более 18 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья. И многие из них постоянно участвуют в общественной жизни округа. Мы хотим вам сказать большое слово спасибо за вашу активную жизненную позицию во всех направлениях. Спорт, культура, общественная работа. Вы активно проявляете все свои возможности. Вы помогаете нам своим трудом, своими мыслями, своими идеями. Всегда с нами и работаете вместе. Для каждого из вас хотелось бы пожелать здоровья, благополучия, удачи по жизни, теплой заботы домашних. И, конечно же, чтобы наша власть всегда помнила, что в нашем обществе есть люди с немножко другими. У них другие есть возможности. А мы должны создавать равные возможности для всех. Николай Кировец более 40 лет назад потерял зрение. Но это не стало преградой в трудоустройстве. Четверть века он проработал на Люберецком учебно-производственном предприятии «Модуль». Большую часть – руководящей должности. Самое главное, чтобы у вас в сердце было милосердие, сострадание, понимание, любовь и доброта. И чтобы вот эта жадность, зависть, вот эта ненависть, чтобы она вас обошла стороной. И тогда все у вас будет прекрасно. Два десятилетия в Люберцах работает физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов «Надежда». Занятия адаптивным спортом посещают более ста жителей округа. Многие из них сегодня тоже в зале. Я очень люблю заниматься настольным теннисом, плаванием, бильярд, дартс, шашки. Очень хорошо, что нас здесь собрали, покажут нам мероприятия. Я первый раз на это мероприятие. Но ожидаю, конечно, позитив, настроение хорошее, радость от общения. Музыкальный подарок подготовили творческие коллективы округа. Звучали песни о дружбе и о том, как сделать мир лучше и добрее. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Архиепископ Акси посетил городской округ Люберцы. Управляющий Подольской епархией и Русской Православной Церкви возглавил божественную литургию в Скорбященском храме. Визит в ладыки запечатлела наша съемочная группа. В это воскресное утро в храме, расположенном на территории Новолюберецкого кладбища, собрались прихожане от мала до велика. Помолиться и принять причастие в присутствии архиепископа Акси – для каждого из них большая радость и светлое событие. За божественной литургией прихожане услышали чтение евангельской притчи о безумном богаче. После двухчасовой службы архиепископ Акси выступил с проповедью, которая объяснил смысл этой поучительной истории. Совершая божественную литургию, здесь я впервые, но когда объезжал все храмы Люберецкого благочения, то я посещал этот наш кладбищенский храм в честь иконы Божией Матери Всескорбящих Радость. В духовном единении сегодня помолились здесь и о тех, кто здесь почивает, кто здесь нашел место своего последнего земного пристанища, совершили молитву о наших усопших сродниках. Впечатление, конечно, потрясающее. Мы увидели Владыку, это большая радость. В нашем храме прошла литургию очень красивая, торжественная, очень красиво пел клирос, хор великолепно пел. Состояние праздника после литургии, после причастия. Поэтому слава Богу за все. Молитвенное участие в божественной литургии приняли настоятели храмов и церквей Люберецкого благочения. Служба прошла накануне православного праздника «Видение во храм Пресвятой Богородицы». У центрального входа в парк «Лесная пушка» зажгли главную новогоднюю ель. Торжественное событие дало старт ежегодному проекту «Зима в Подмосковье». На праздники побывали и мы. Уходящий год для жителей Октябрьского был насыщен событиями. Осенью после реконструкции открыли парк «Лесная пушка», где жители могут отдыхать и заниматься спортом в любое время года. Теперь сделали еще один подарок. У входа в парк установили главную новогоднюю ель округа. Подобная елка, да, у нас первый раз. Вот. Но пока все нравится, пока все интересно, весело. Мы ждем, чтобы елка наконец-то залилась огнями и стала переливаться. До кульминации праздника – считанные минуты. Со сцены звучат новогодние песни и поздравления. Я всех поздравляю с наступающими праздниками, с открытием нашего сезона. Подмосковье – самый лучший регион. Зима пришла, поэтому всех с праздником, всем здоровья и хорошего настроения. В Октябрьске приехали новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в 6 часов вечера вместе с Владимиром Волковым они дали старт всероссийской акции «Елочка гори». Раз, два, три, елочка гори! После зажжения огней на пушисто-лесной красавице засияло все небо. Новогоднее настроение приумножила и сама природа. Очень красивая елка и представление, и хорошие коллективы выступают. Самое главное, что детям нравилось, что елочку зажгли, парк сделали, очень замечательно. Очень красивый парк. Нам очень нравится, мы будем часто очень здесь гулять. Масштабные мероприятия понравились, да, елка вообще шикарная. Нравится ребенку, Дед Мороз нравится, и все выступления, снег вообще прям в тему. Мы уже с 18 ноября дарим настроение. Дед Мороза был день рождения, поэтому с этого дня мы и начинаем подготовку к Новому году. Ну, настроение предновогоднее, уже ощущение невероятного чуда, потому что в городском округе Люберцы зажглась такая чудесная, замечательная, превосходная новогодняя красавица-елочка. Все жители городского округа Люберцы с наступающим! В зимнюю сказку окунулись и жители улицы Ленина. Во дворе дома номер 19 тоже разноцветными огнями заиграла новогодняя елка. Ребята водили хоровод со сказочными персонажами, играли в подвижные игры и, конечно, танцевали. Чтобы не было зимы, в городах и тюлы, мы бы не знали, тут тюрьмы, новогодняя ехать. Лесную красавицу в этом дворе наряжают каждый год. Но такой праздник с участием аниматоров, конкурсами и сладкими угощениями устраивают впервые. Елка очень красивая, мне понравилось сегодня. А танцы понравились? Да. И сейчас я танцевать хочу. Мне понравилось то, что здесь мы веселились, то, что здесь мы танцевали и пели. Ну, в общем, то, что здесь было весело и то, что здесь есть такая красивая елка. Всех люберчан поздравляем с Новым годом. Счастья, терпения и благополучия нам всем. Создавать люберчанам праздничное настроение будут не только нарядные ели, но и новогодняя иллюминация во дворах, парках и скверах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На центральном катке Люберец прошло ледовое представление Ильи Авербуха «Чемпионы». Уже третий год фигуристы показывают сказку на льду. Подробнее о праздничном концерте расскажут мои коллеги. С каждым годом мы по-настоящему действительно ждем. И я слышал, что ребята говорят, и я жду этих выступлений, зимних выступлений в Подмосковье. Мы стараемся как можно интереснее программу приносить. А самое главное, что выигрывает зритель. Вы видите, сколько людей, и это лучший ответ. Причем они пришли по зову сердца, пришли по настроению. И это самое-самое важное. Наблюдать за мастерством фигуристов могли не только на ледовой сцене, но и с мультимедийных экранов. Удивилась прямая трансляция. Жители с нетерпением ждали выхода профессионалов на лед. И сами артисты спешили встретиться со своими зрителями. Всех тех людей, которые посетят наше шоу, а собственно мы можем наблюдать их на заднем плане, ждет контраст по погодным условиям и по внутреннему огню. Потому что вроде бы, да, прохлада, но с погодой нам сегодня действительно повезло. Но с другой стороны, наверное, вот это тепло и энергия от тех, кто будет выходить на лед. Мы надеемся, что как раз вот эта энергия будет согревать всех тех, кто придет. Я уже видела, мне очень понравилось. Я жду очень ярких впечатлений и очень классного представления. Эту сказку для зрителей Подмосковья на протяжении трех лет дарят благодаря губернаторской программе «Зима в Подмосковье» и при поддержке Министерства культуры и туризма и личному участию министра Василия Кузнецова. Ждем хорошего настроения, много людей. Конечно, очень приятно приехать в этот город. Я надеюсь, что сегодня АСА на льду подарит незабываемые впечатления жителям. А вообще в целом больше 10 тысяч мероприятий подготовлено в рамках этой зимы Подмосковья. Я думаю, что будет, как всегда, весело, насыщенно и интересно. Приветствуя зрителей и участников, глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что в этом сезоне Люберцы одними из первых дали старт серии спектаклей на льду в Подмосковье. Дорогие люберчане, с праздником, таким красивым праздником фигурного катания. Сегодня на нашем льду, который уже, как правильно сказали, третий год является приемной стороной шоу, шоу Илья Вербуха, гала, гала такого концерта. Мы очень этому благодарны. Большое спасибо вам за то, что вы нас не забываете. Мы принимаем сегодня такую команду фигуристов, титулованную. Праздничная атмосфера заряжала не только зрителей, но и самих фигуристов. После выступления профессионалы делились праздничным настроением и пожеланиями. Невероятно. Это просто невероятное шоу с невероятным количеством людей, с невероятной атмосферой. Скажу так, катайтесь на коньках. Все. Это полезно, это круто, это красиво. Снежочек еще пошел в обстановку Нового года. Это прекрасное место. Зрители вообще огонь. Зрители очень хорошо встречают. Лед. Просто замечательно все. Мне весело. Я, как и сказала, сейчас на льду, что у меня постоянно номера с какой-то глубокой смысловой нагрузкой. Я немного от этого подустала. И я решила, что пускай этот Новый год у меня пройдет под эгидой юмора. Легко. Легко. Хорошо. На выступление собралось несколько тысяч человек. Ежегодное ледовое шоу – настоящий подарок для жителей городского округа Люберцы. Отлично. Море эмоций, впечатлений. Спасибо за организацию вообще. За великолепных фигуристов. Отлично. Нарались до хрипоты. Молодцы. С Егудином. А Егудин – во, самый лучший. Анастасия Кладинова, Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Одно из самых долгожданных событий этой зимы в Наташинском парке начал свою работу ледовый каток. Уже третий год подряд он по праву считается главным местом притяжения жителей и гостей округа, которые любят активный отдых на свежем воздухе. На открытии катка работала съемочная группа нашего телеканала. По традиции, первыми на лед вышли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Перед гостями выступили дети разных возрастов и уровней подготовки. Фигуристы городского округа Люберцы порадовали яркими и зрелищными номерами. Так на катке в Наташинском парке стартовал новый сезон. Мы со своей стороны постарались, чтобы наш лед в этом сезоне был лучше, чем в предыдущем. Хотим, чтобы здесь приходили все наши жители, радовались, заряжались позитивом, отдыхали. И очень на это надеемся. Прекрасное настроение. У нас кататься мы не будем. Мы просто полюбовались на выступления, рады открытию катка. В то время, как одни любовались фигурным катанием, другие с нетерпением ждали момента, когда сами встанут на коньки. Катались много раз, катались много раз, падали. Но живые, учимся. Но настроение хорошее. На подготовку льда понадобилось всего две недели. Погода в этом году поспособствовала как никогда. Хотя даже при плюсовой температуре каток площадью полторы тысячи квадратных метров готов к работе. Инвентарь у нас, естественно, есть. Аренда коньков у нас стоит 300 рублей. Также есть помощник фигуриста для тех, кто неустойчиво катается. Шлем, защита – это все предоставляется бесплатно. Со своими коньками, да, лед совершенно бесплатный. Каток работает с 10 утра до 21.30 каждый день. Кроме массовых катаний, здесь, как и прежде, будут проходить спортивные мастер-классы, праздники, а также тренировки для детей и взрослых. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова